ДИЯБЛО И МОРТАЛ Чистой историей, чисто контента ради. Но сегодня, дорогие друзья, я вам предлагаю посетить Анахайм виртуально. Я из Минска, ну а вы, как говорится, из своих мест виртуально, удаленно в Соединённые Штаты перенесёмся. А что вы спросите там? А там, дорогие друзья, компания Blizzard опубликовала отчёт по поводу Диабло Иммортал. Ну и красненькая суть отчёта я вам сегодня поясню. Ну и пояснение будет выполнено для двух типов зрителей. Ну и первый тип зрителей, это который требует информацию прямо-таки наотрез. Чётко, ясно. Так вот, дорогие друзья, для вас. С Диабло Иммортал всё плохо, никакой конкретики нету. Во всяком случае, из этого отчёта компании Blizzard. И мой прогноз, что в этом году мы её не увидим. На этом информация заканчивается. Ну а далее я поделюсь информацией с другим типом зрителей, которым интересно послушать некоторые уточнения, размышления, мысли. Так вот, ещё раз повторю, что компания Blizzard опубликовала отчёт по поводу Диабло Иммортал. Полугодовой отчёт. Если что, ссылку на этот отчёт я помещу в описании под роликом. Ну и вы более подробно можете с ним ознакомиться. Хотя, фактов там, как я сказал ранее, совсем-совсем немного. Для начала хочу напомнить, что ранее, когда компания Activision Blizzard опубликовала свой отчёт, квартальный отчёт, там было сказано, что компания Blizzard собирается провести в середине этого года региональный бета-тест Диабло Иммортал. А самое главное было отмечено, что этот тест пройдёт по графику. А тут как бы июнь закончился, июль вот закончился, и уже идёт август месяц. Никакой информации не имеется, но вот вроде как она появилась. И я уже обрадовался, думаю, вот-вот, скоро поиграем. А нет, дорогие друзья, совсем не скоро. И что мы слышим из этого отчёта? Во-первых, что они до сих пор трудятся. Там пандемия встряла, они переходили с офисной работы на домашнюю работу, потом с домашней работы опять-таки на офисную работу, и всё трудится, трудится и трудится. При этом, как заявляет компания Blizzard, что у них уже практически готова основная часть. Основная часть игры. И вот как раз-таки эту основную часть они в ближайшем будущем планируют протестировать именно штатом сотрудников Blizzard. И прям-таки ждут не дождутся, когда же эти тесты пройдут. Также они не только питают поддержкой, а хотят сделать Diablo Immortal лучшей игрой. Лучшей мобильной игрой. Чтоб она, Diablo Immortal, соответствовала наивысшему качеству. То есть была такого качества, к которому всегда стремится Blizzard. Ну и по их мнению, они этого качества придерживаются. Ну а также, если цело, поблагодарили нас за нашу поддержку, за наше терпение. Что тут, дорогие друзья, можно сказать? Да в принципе, вот вообще ничего. Ну и лично по мне, это даже не отчет, а просто пересказ той информации, которая была выдана на Близконе 2019 года. Единственное, что нам еще предоставили дополнительно, это новые кадры, ну а также некоторые фрагменты боев. Боев с новыми противниками. Так что, исходя из этого, дорогие друзья, я более чем уверен, что в этом году Diablo Immortal вообще не выйдет. Ну и в лучшем случае, те из вас, кто эту игру ожидает, смогут в нее поиграть приблизительно в конце 2021 года. Это, наверное, в лучшем случае. Но это всего лишь мое предположение. А как будет обстоять реальная обстановка, об этом, естественно, знает только компания Blizzard. Ну и единственное, что нам остается делать, это ждать вот подобные отчеты. Но только хотелось бы, чтобы эти отчеты были немножко поплотнее. Ну, в общем, информация такова, что конкретики нет никакой. Что вы обо всем этом думаете, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. Ну и играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.